Скоро праздники и опять нечего надеть? Выход всегда есть! Привет, мои князевны! С вами Светлана Князева и сегодня я покажу, как из обыкновенного жакета сделать вот такой нарядный. Нравится? Тогда повторяйте за мной! На переделку берем черный жакет прилегающего силуэта, который уже надоел. Идею для переделки мне подсказал жакет Александра Маккуина. Суть идеи объемные контрастные рукава. Из двухшовного рукава делаем одношовный. Для этого на рукаве рисуем линию, как продолжение бокового шва. Отпарываем рукава от подкладки и от проймы. Разрезаем рукав по намеченной линии. Отрезаем припуск по окату рукава и по низу рукава. Теперь это основа для моделирования нового объемного рукава. По головке оката рукава добавляем объем слева и справа по 4 сантиметра. Рисуем ребра драпировок, как на картинке. Разрезаем по линиям и переносим рукав на макетную ткань. У меня это спонбонд. Раздвигаем детали рукава в стороны вверх между деталями 4-5 сантиметров. Вот такая каракатица у нас получается. Сейчас прикалываем, обводим. Слева добавляем по 7 сантиметров кверху, а справа по 10. Это нужно будет для нахлеста. Вырезаем макет рукава, скалываем шов рукава и прикалываем рукав к жакету. В процессе наколки я определила, что рукав получился маленький, не хватило объема, поэтому я решила снова смоделировать рукав, но уже делала моделирование прямо на ткани. Моделируем рукав прямо на ткани. Если вы боитесь, что испортите ткань, тогда сделайте еще раз макетный рукав. И тогда, когда вы убедитесь, что все нормально, выкроете уже из настоящей ткани. Наколка ткани очень интересный процесс. Никогда не знаешь, что получится в итоге, поэтому не бойтесь ошибаться. Это всего лишь булавки. Всегда можно переделать. Для создания и поддержки объема рукавов лучше всего использовать тофту. Это легкая, хорошо держащая форму ткань. У меня ушло метр десять, при ширине 150. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров Н.Алекс галкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Роза почти готова. Конечно, это не как у Александра Маквина, но и цели точного копирования у меня не было, поэтому я очень и очень довольна. Вот что у нас получилось в итоге. Теперь подрезаем по окату рукава и переносим все линии на второй рукав. Закалываем все складки на рукавах и зашиваем их на машинке. Продолжение следует... Стачиваем швы на рукавах и заутюживаем их. Закрепляем складки рукава по переду. Прикалываем рукав к пройме. Линию плеча я укоротила на один сантиметр. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь втачиваем рукав на машинке. Полоску со складками опускаем в обратную сторону для придания рукаву жесткости. Заменяем плечики на плечики реглан, это самые толстые плечики, которые я купила в магазине. Толщина 20 миллиметров. Низ рукавов обрабатываем с помощью обтачки. Обтачку выкраиваем сначала, потом дублируем, потом пришиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Припуски шва притачивания обтачки настрачиваем на обтачку и делаем надсечки. Продолжение следует... Продолжение следует... Прикалываем и пришиваем подкладку к низу рукавов. Сборку из фатина средней жесткости пришиваем к реглановому плечику для дополнительного объема. Продолжение следует... Делаем микрозакрепки на складках рукавов. Продолжение следует... Выбираем и пришиваем новые пуговицы. Мне понравились те, что слева. Жакет готов! Надеюсь, это видео вдохновит вас на творчество. И до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...